Мегалодон – это самая большая акула за всю историю Земли. Исследователи считают, что мегалодоны вымерли более двух миллионов лет назад. Но действительно ли это так? Или же гигантская акула до сих пор скрывается в глубинах Мирового океана? Предлагаю разобраться. Самые древние и надежные находки мегалодона были сделаны в 2016 году, и датируются периодом около 20 миллионов лет назад. Мегалодон был одной из самых больших рыб за всю историю Земли. О его размерах судить трудно, но ископаемые остатки, представленные большим количеством зубов и окаменелых позвонков, показывают, что эта акула имела гигантские размеры. По разным оценкам, максимальная длина достигала 15 метров, а его максимальный вес составлял от 30-35 до 47 тонн, предположительно. Сила укуса наиболее крупных мегалодонов, вероятно, достигала 10,8 тонн. Основываясь на всех этих фактах, можно сделать вывод, что мегалодон входил в ряд самых крупных водных хищников за всю историю нашей планеты. Судя по его останкам, мегалодон был очень широко распространен и был весьма многочислен. Скорее всего, мегалодон находился на вершине пищевой цепочки, по крайней мере, до появления организованных зубатых китов, вроде косаток. Если хотите более точно представить размеры мегалодона, то просто представьте два обычных автобуса. Примерно такого размера и был мегалодон. Мегалодоны питались мелкими китообразными, сиренами, лостоногими и большими рыбами, поедая их в живом или мертвом виде, на что указывают большие следы от зубов, на костных ископаемых остатках морских животных. Так все и продолжалось до его предполагаемого исчезновения, но об этом чуть позже. Вот несколько снимков зубов мегалодона. А вот снимки зубов белой акулы. Как видите, зубы мегалодона намного больше, массивнее, прочнее и более равномерно зазубренны. Кстати, само слово мегалодон в переводе и означает большой зуб. Скелет мегалодона, как и у других акул, состоял из хрящей, а не из костей. Поэтому зубы стали самыми распространенными ископаемыми остатками. Все остальные довольно редки. Однако иногда ученым удается найти позвонки. Есть несколько находок, частично сохранившихся в позвоночных столбах мегалодона. Самый известный из них был обнаружен в Бельгии в 1926 году. Он состоит из 150 позвонков диаметром до 15,5 см. Однако максимальный диаметр позвонков мегалодона может превышать 22,5 см. Например, в 2006 году впервые обнаружили полный позвоночный столб с максимальным диаметром позвонков около 26 см. Позвонки мегалодона сильно насыщены кальцием, чтобы выдержать его массу и нагрузку, которые возникают при сокращении мышц. По предположениям ученых, мегалодон мог раскрывать челюсть на 3 с лишним метра. Это означает, что между верхней и нижней челюстью могли поместиться два стоящих человека. Но как же именно выглядел мегалодон? Долгое время ученые и исследователи предполагали, что мегалодон был подобен белой акуле, но в несколько раз крупнее. А также считалось, что белая акула является потомком мегалодона. Однако на сегодняшний день ученые придерживаются другого мнения. Мегалодон принадлежал к другому виду акул, вот его название, и был последним его представителем. Кажется, что управлять туловищем такого размера было нелегко. Но для этого у мегалодона были более длинные плавники. Зубы и другие ископаемые остатки ученые находили у берегов всех континентов, за исключением Антарктиды. Зубы мегалодона находили и в областях удаленных от континентов, например, в Марианской впадине в Тихом океане. Он жил в субтропических и умеренных водах обоих полушарий. Температуру воды в области его распространения оценивают в 12-27 градусов Цельсия. В Венесуэле известны зубы мегалодонов, найденные в пресноводных отложениях, что может говорить о том, что мегалодон, подобно современной бычьей акуле, был приспособлен для нахождения в пресной воде. Также было бы интересно узнать, как вел себя мегалодон при охоте. Современные акулы при охоте на добычу обычно используют довольно сложные охотничьи стратегии. Некоторые палеонтологи предполагают, что охотничьи стратегии белой акулы могут дать представление о том, как мегалодон охотился на свою необычно большую для акул добычу, например китов. Однако ископаемые остатки показывают, что мегалодон мог использовать несколько отличающиеся и достаточно эффективно для охоты на китообразных приемы. Кроме того, свою жертву он очевидно атаковал из засады и никогда не решался идти на активное преследование, поскольку не мог развивать высокую скорость и имел очень ограничен запас выносливости. Для определения способов атаки мегалодура на добычу, палеонтологи провели специальные исследования ископаемых остатков. Его результаты показывают, что способы атаки могли отличаться в зависимости от размеров добычи. Ископаемые остатки мелких китообразных указывают на то, что они подверглись огромной силе тарану, после чего были убиты и съедены. К сожалению или к счастью, пока нам приходится изучать мегалодона только по ископаемым остаткам. Но почему? В интернете есть множество фото и видео доказательств существования мегалодона. По предположениям ученых, мегалодоны вымерли примерно 3 миллиона лет назад. Причиной вымирания, по мнению биологов, было обострение конкуренции с другими хищниками во время пищевого кризиса. Хотя ранее наибольшей популярностью пользовалась версия о глобальном изменении климата, мегалодоны смогли достичь успеха, потому что жили в то время, когда в море плавало много медлительных морских млекопитающих и практически отсутствовала конкуренция с плохо развитыми на тот момент гузубатыми китами. Они были охотниками на примитивных мелких китов и сильно зависели от этого пищевого ресурса. Такие животные населяли мелководные теплые шельфовые моря. Мегалодон, вероятно, также обычно ограничился умеренными теплыми морями. При похолодании климата ледники соединили огромные водные массы, и многие шельфовые моря исчезли. Карта океанских течений изменилась. Океаны стали холоднее, и это отразилось не столько на самих мегалодонах, сколько на относительно небольших млекопитающих, служивших для них одним из главных источников пищи. Следующим фактором вымирания мегалодонов стало появление зубатых китов, предков современных косаток, ведущих в тайный образ жизни и имеющих более развитый мозг. Из-за своих крупных размеров и медленного метаболизма, мегалодоны не могли плавать и маневрировать так хорошо, как эти морские млекопитающие. Они также не могли защитить свои жабры и, скорее всего, могли впадать в таинческую неподвижность, так же, как современные акулы. Поэтому косатки вполне могли поедать молодых мегалодонов, даже несмотря на то, что те обычно скрывались в прибрежных водах, и совместными усилиями они были способны зажигать взрослых особей. Дольше всего мегалодоны задерживались в южном полушарии. Так, жив ли мегалодон или нет? В этом вопросе все ученые единодушны. Мегалодон вымер. Нет никаких оснований, чтобы предполагать, что мегалодон до сих пор скрывается в глубинах океана. Если бы мегалодон действительно существовал в наши дни, то мы бы обнаружили новые следы зубов на его добыче. К тому же, в местах, где мог остаться мегалодон, температура воды слишком низкая для существования акул этого вида. Поэтому все новости, доказательства и тому подобное об обнаружении живого мегалодона, скорее всего, неправда. Но так или иначе, какая-то надежда на то, что мегалодоны живы все еще остается. А верите ли вы в существовании мегалодона? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.